Девушки отдыхают И хотя Генри не смог выполнить заказ, Эдди все равно взял его к нам, когда узнал, что Лео скрылся из города У нас с Джо появился новый напарник Привет, Вида, это Генри Эй Я тут затеваю кое-что по-крупному, ты тоже мог бы поучаствовать Если хочешь, подъезжай в Линкольн Парк, поболтаем и ствол возьми Ладно, ну до встречи Я права получал Девушки отдыхают 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 Продолжение следует... 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 Эээ, эй. А вот и он. Хай, как жизнь? Привет, Вита. Садись. Ладно, слушай, я тут немного покопался в делишках Карла. Ага. И единственная причина, почему он убил Клементе, конкуренция. Тот отбивал покупателей. Теперь ему нужно убрать последнее препятствие. Единственного, кто может помешать ему стать главным поставщиком в городе. Фрэнка Винчи. С чего ты взял? Поговорил с надежными людьми. Ладно, интересно. А мы при чем? Значит, мы можем заняться тем же. Кило героина во Франции стоит две с половиной штуки баксов. Еще тысяча за доставку сюда. И? И мы снимаем одиннадцать кусков просто за развоз по дилерам. Семь с половиной тысяч прибыли за кило. Да, но как же Фалькона? Он не узнает. А если и узнает, то что? Пригрозит и потребует долю. Ага, ну если Карла единственный в городе крупный поставщик, у кого брать товар? Об этом я уже подумал. Что вы знаете о Тонгах? Китайозы? Какая-то организация китайских иммигрантов, да? Я же говорю, китайозы. Да, но это еще и прикрытие для других операций. Они заправляют китайским кварталом и больше никуда не лезут. Но кое-кто там не прочь вести дела с внешним миром. И тут им нужны посредники. Напрямую работать с китайцами люди боятся. И мы посредники? Да. Для начала нам дадут десять кило. За сколько? Тридцать пять тысяч. А за сколько она уйдет? За сто десять. Класс! Так, ну и главное, откуда мы возьмем тридцать пять штук? Есть один расставщик, еврей из Палисада. Он даст нам тридцать пять, если вернем сорок пять. Получим прибыль по двадцать штук на нос. Неплохие бабки за перевалку с одного места на другое. Ты понимаешь, куда попадет вся эта дурь? А тебе что за дело? Главное, чтоб не в наш квартал. Потому что Винчи был прав. Наркотики это плохо, они убивают. Слушай, ширяются только дураки и неудачники. Если им жить надоело, я только рад помочь. Особенно за двадцать штук. Я нашел клиентов в гетто. Сбыт они берут на себя, об этом думать не надо. Вы в деле или нет? Я в деле. Вита, не будь дураком! Двадцать штук за один день! Когда? Сейчас. Если мы не согласимся, Тонги найдут кого-то еще. Давай, Вита, все будет в ажуре. Тогда поехали к Бруно. Вита, доставишь нас туда? Он на Палисад-стрит. Ладно, поехали. О, простите, пожалуйста. Палисад-стрит. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Кто-то машину угоняет, преследую. Понял. Кто этот тип, к которому мы идем, Генри? Его зовут Бруно. Он едва ли не один в городе, кто может одолжить столько. Если он нам не даст, тогда что? Тогда сделка отменяется. Но не бойся, я его знаю. Даст? Больше таких бабок нам взять неоткуда. Есть еще трое. Но если ты готов просить тридцать пять штук у Карла или Фрэнка Винчи, вперед из песни. Нет уж, спасибо. А кто третий? Он уже не при делах. Кто-то взорвал здание, где были все его парни. А потом расстрелял его в упор из автомата. А, этот? Слушай, мы же договорились, не будем об этом. Так что, Генри, этот тип купается в деньгах? Я думаю, он получает бабло от боссов из других городов, что заседают в комиссии. Да? Нифигасе. Ну да, вот почему его не убрать. И, кстати, надо обставить все потихо. А ему можно доверять? Конечно. Все серьезные люди постоянно... Эй! Если мы расплатимся в... Ладно, Вита, тормози здесь. Привет, парни. Мы к Бруно. Привет, Генри. Если вы с оружием, давайте его сюда. Я вас обыщу. Привет, Бруно. Здравствуй, Генри. К чему обязан удовольствием видеть тебя сегодня? Мне нужно 35 тысяч двадцатками. А, это же столько денег, Генри, столько денег. Так и скажи, зачем мне давать столько денег такой мелкой сошке, как ты? Убеди меня. У меня верное дело. К концу недели верну 45 штук. Какое верное дело? Прости, Бруно. Секрет фирмы. Тогда 45-ти мало. Меня больше устроит 65. Это круто даже для тебя. 50 и не больше. Генри, Генри, у меня нет гарантии, что ты вернешь деньги. А тебе больше не к кому пойти. Так что, скажем, 60. Считай, что это не процент. А, скорее, моя доля прибыли. 55, точка. Иначе и браться за дело не стоит. Идет. Я дам тебе 35 тысяч долларов сегодня, а ты вернешь мне 55 к пятнице. Если не отдашь, долг будет расти на 10 тысяч каждую неделю. Все будет в пятницу. Ладно. Айзек, подготовь 35 тысяч двадцатками. Видишь, я тебе доверяю, Генри. Но если надуешь, вспомни мудрые слова из Библии. И возгорится огнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, а дети ваши сиротами. Исход. Глава 22, стих 24. Потрясающе. Вид у тебя совсем не богомольный. Но на всякий случай учтите, деньги не мои. Так что, даже если вы от меня избавитесь, долг никуда не денется. Так что, без глупостей, мальчик. Конечно, Бруно. Спасибо, Айзек. Пересчитаешь, Генри? Поверю тебе на слово. И верну все в пятницу вместе с твоей долей. Очень надеюсь. Удачи, мальчики. Поверю тебе на слово. Молодец, Генри. Я же говорил, он даст нам бабки, так? Откуда ты так хорошо знаешь Библию, Генри? Ты что, читал? Я по воскресеньям хожу в церковь. Вот и спросил у священника. Ты ходишь в церковь? Я отлично понимаю, почему ты не ходишь. Много слов нет шлюх и плохо горят. Да уж, точно подмечено. О, я там с 45-го не был. Что? Тебя матушка исповедоваться погнала? Ага, когда застала меня за тем, как я на девку засмотрелся. Убакуй, господи, ее душу. А ты что, когда был в церковь? На паспорт. Ну, неплохо так. В 41-м. Беру свои слова обратно. Ад по тебе плачет. Ты что, только сейчас это понял? Не бойтесь, я вам обоим местечко займу. Знаете, я как-то слышал про ростовщика по имени Бруно. Не бойся, тот же тип. Да? И что слышал? Ну, знаешь ведь Микки Крама, так? Который сортир чистит у Карла в заведении. У которого всего два пальца на обе руки. Знаешь, почему он такой? Говорят, он задолжал крупную сумму одному жиду из Сауспорта. Дошло? О, да, понимаю. Ха-ха, да ты не волнуйся, краб-дебил. С нами такого не случится. Ха-ха, да ты не волнуйся. Почти на месте. Заезжай во двор через ворота. Так, парни, за мной. Говорить буду я. Хай, у нас дело к твоему боссу. Следуйте за мной, дзентльмены. Мистер Вон ждет вас. Хай, у нас дело к твоему боссу. Добрый день, Генри. Мистер Вон. Перейдем прямо к делу. Вас чемодан достаточно набит? Посмотри сам. Одиннадцать фунтов двадцатых, сэр. Тридцать пять тысяч долларов. Отлично, унесите. И давайте сюда товар. Ты хороший человек, Генри. Вот вас товар. В каждом пакете килограмм. Килограмм это чуть больше двух фунтов. Какой будешь проверять? Тридцать пять тысяч долларов. Окей, порядок. Я рад. Следующий раз объем можно удвоить. С вами приятно иметь дело, мистер Вон. Это взаимно. Ну все. Видишь, как просто. Залезай в машину. Самое сложное позади. Осталось совершить обмен, и мы в дамках. Меня устраивает. Куда направляемся? В Хантерс. У меня все на мази. Добрый день, господа. Черт подстава. Сдается мне, у вас кое-что есть для нас. Бросьте сумки. Хм, какие туфли. Стойте, эти ребята не копы. Убей, уродов! Прилят, герой! Прикрой нас. Прикрой меня, лидер. Ну вот, еще вверх. Держи. Ну и все еще до тебя. Живее. Ой, черт поднимай. Держи. Это дело. Шевелите бултами. Витта, беги оттуда. Не стой с долгом, Витта. Черт, бегай. Давай, крепи сюда, Витта. Витта, прекрой нас. Витта, беги, беги. Витта, вынеси дверь. Пошли уже, дверь. Я даже не пройдет. Я захожу. Погови его, Витта. Давай, придумай, что-то быстрее. Я хочу. Он хотелось с тобой ссориться. Ладно, Витта, поплыли. Хочем, урода. Прикрой, уйди. Он даст! Стреляешь, как моя сестра. Молодец. Забаш! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Эй! Ух, я тебя! Пошел, пошел! Ну ты трогай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Давай, покажись! Стреляй! И это все чеки для бананов? Хе-хе! Домой! Домой хотела с тобой пройти! Я лучше всех! Давай, быстро, пошли! Ну ладно, ладно! Поехали, поехали! 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ты нас угробить хочешь? Господи, да расслабься ты. Ах ты, чуть не вляпались. Это еще не конец. Они гонятся за нами. Черт, оторви. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА 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 Вот, расплатимся с Бруно и поделим остатки. Тогда и будем веселиться. Ладно, ладно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok